Привет! Правда или вымысел в том, что деньги со счета в вашем смартфоне легко украсть? NFC ненадежен и мошенники с легкостью взламывают ваши телефоны? Конечно же нет. Почему? Я боюсь, что мои денежки, оп, и нет, украдут. Ну, хорошо, сегодня мы попробуем со всем этим разобраться. Городская легенда гласит о том, что в метро орудуют банды мошенников. У них есть портативный терминал, к которому они в час пик прислоняются к карманам и сумкам пассажиров. Списывают со счетов небольшие суммы, чтобы не попасть под лимит банка. Обычно платеж до 1000 рублей. Сейчас можно везде встретить советы о том, как правильно завернуть банковскую карту по льву, чтобы экранировать сигнал чипа. Любая история, связанная с вашими личными деньгами, привлекает внимание. Не секрет, все мы боимся, что по неосторожности или за недостатка защиты в технологиях можем потерять деньги и время на то, чтобы их вернуть. На заре появления банковских карт также ходили страшилки о том, что мошенник может запомнить ваше имя, номер карты и CVC-код. И затем по телефону что-то купить. Интернета как такового не было. Авторы и сторонники этой теории говорили, что запомнить небольшое количество цифр не так сложно, а проблем потом не оберешься. Наличные деньги, по их мнению, были надежнее и удобнее. А запомнив номер купюры, мошенники ничего с ним не могли сделать. Время доказало, что все эти выдуманные опасения оказались фикцией. Массовый краж денег со счетов из-за того, что кто-то запомнил данные карты, не происходило. А в тех единичных случаях, когда случалось подобное, банки возвращали деньги клиентам и выпускали новые карты. Люди во всем мире склонны придумывать разные опасности и пугать друг друга ими. По-моему, ответ очевиден. Во всем виноват Алексей Навальный. С появлением бесконтактных банковских карт, например PayPass, эти страшилки ожили с новой силой. Устройство такой карты очень простое. Это NFC-чип, который связывается с терминалом оплаты и передает ваши данные. Обычно в банках не требуются вот пин-коды для определенных сумм. В каких-то банках вы можете установить такой лимит самостоятельно. Оплата в них происходит по тому же самому принципу. Используются технологии NFC. Неважно, какой у вас смартфон и какая система оплаты. Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Вы вносите данные своей банковской карты, подтверждаете их. Снимаете небольшой платеж, который затем возвращаете вам. Это все. Вы можете пользоваться оплатой с помощью мобильного устройства. Мы взяли банковский терминал наших друзей и отправились в парк, чтобы смоделировать ситуацию, когда деньги списываются с карты, лежащей в кармане ничего не подозревающего прохожего. Как видите, в этой легенде есть доля правды. Списать деньги с карты действительно можно, но все не так просто. Расстояние, на котором действует считывание NFC с карты, составляет, как правило, несколько миллиметров. Это даже не сантиметр. Представьте, с какой силы должен прижиматься человек к вашим карманам, чтобы произошло считывание с карты. Обратите внимание, что в терминалах на считывание карты уходит больше пары секунд. Это еще одна защита от мошенников. Прижиматься придется долго. Человек обратит на это внимание. Но самое главное в другом. Деньги на карте – это единицы и нули на банковском счете. Они должны куда-то уйти, например, в виде платежа. Получение портативного терминала для мобильного эквайринга – не самая простая задача. И банки видят, кто получает такой платеж и что за терминал использован. Они могут сразу заблокировать операцию или сделать это потом. Мошенники не будут способны воспользоваться такими деньгами. Поэтому опасения, что кто-то может считать вашу карту в метро, как минимум беспочвенно. Избавьтесь от фольги. Не пытайтесь скрыть ваши карты. Это явно лишнее. Поэтому описанная городская легенда – это чистой воды и вывесел. Появилась она, как рекламная компания производителя кошелька для банковских карт, которые защищены от внешнего считывания. Из обычной рекламы возникла городская легенда, которая зажила своей жизнью, не подвластна первоначальным авторам. Но если ваша банковская карта не защищена от кражи, то в смартфоне уровень защиты намного серьезнее. Сегодня смартфоны защищены биометрией. Это отпечатки пальцев, распознавание лиц и все это помимо обычных паролей. Взломать телефон – нетривиальная задача. С ней зачастую не справляются спецслужбы больших стран. А обычным мошенникам такая работа не по зубам, даже если пользователь безалаберно отнесся к защите своего аппарата. Поэтому даже если ваш смартфон утерян или его украли, снять с него деньги или оплатить что-либо практически невозможно. Этот сценарий не находит подтверждения в полицейских хрониках. Скорее, это сюжет незамысловатых и далеких от реальности передач на каналах, посвященных сенсациям. Вымысел в том, что кто-то может украсть ваши деньги со смартфона – это еще одна городская легенда. Подавляющее число историй о том, что у кого-то со смартфона украли деньги – это вывысило городские легенды. Технологии платежей сегодня достаточно безопасны, чтобы этого не происходило. Очередной миф нами развечен. Ждите следующего выпуска. В метро орудуют банды мошенников. У них есть прототипный тиммер. Субтитры создавал DimaTorzok